Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! И сегодня у нас речь пойдет не о цветочках, и хотя они вот и служат таким замечательным, красивым фоном в моем видео, но мы сегодня поговорим о каких-то духовных вещах. Итак, кто из вас слышал такую фразу? «С каждым днём, во всех отношениях, мне становится всё лучше и лучше». Кто эту знает фразу? Или по-другому, например, я её читаю. «Мне с каждым днём становится всё лучше и лучше во всех отношениях». Вот я эту фразу произношу каждое утро, когда просыпаюсь, и каждый вечер, когда засыпаю. Так вот, автором этой фразы был замечательный французский психолог и фармацевт Эмиль Куэ. В какой-то момент, работая, ну он был медиком, и в какой-то момент, он, кстати, был один из прародителем теории эффекта плацебо. То есть у него получилась такая ситуация, к нему пришла пожилая женщина, которая долго болела, он дал ей флакончик воды и сказал, что это очень сильное новое, сильнодействующее лекарство. Каково же было его удивление, когда эта пациентка пришла к нему через какое-то время, через две или через три недели и сказала, что лекарство великолепное, и оно ей очень помогло. Так вот, он тогда заинтересовался этим эффектом, и он одним из первых понял, что не только сила воли людей приводит к скорейшему выздоровлению, а как раз наоборот, бессознательные, безэмоциональные, позитивные мысли, прокрученные многократно, вновь и вновь, приводят к выздоровлению. А что такое бессознательное? Это склад того, во что мы безоговорочно верим. И в этот склад установки поступают определенными разными путями. Например, мы слышим какую-то информацию из источника, которому полностью доверяем, или от очень авторитетного для нас человека. И такая информация может с одного раза стать нашим бессознательным убеждением или верой. То есть, если вы верите в какого-то человека, какого-то врача, или просто авторитетного для вас человека, который говорит, или, знаете, бывает тетя Маруся какая-нибудь, да, и скажет, слушай, вот я пропила вот эти таблетки, и мне так это помогло, или там я натирала пятки чесноком, и ты знаешь, у меня там все паразиты повылазили. И то есть, насколько вы верите источнику этой информации, настолько это с вами и сработает. Почему говорят, что одному человеку помогает одно, а другому помогает совершенно другому? То есть, бывает, что от одной и той же болезни, но помогают разные лекарства. А может быть, помогают и не лекарства, а может быть, помогает наша вера в излечение совершенно смешным каким-то способом. Так вот, Эмиль Коэ рекомендовал повторять при любых проблемах одну единственную фразу. «С каждым днем мне становится все лучше и лучше во всех отношениях». И он рекомендовал повторять эту фразу не менее 20 раз, используя для счета четки со счетами. Но, в принципе, можно, вы знаете, я делаю так, я подгибаю пальчики. То есть, один раз сказала, подогнула мизинец, второй раз сказала, подогнула безымянный палец и так далее и тому подобное. Так вот, как только к вам в голову лезут какие-то негативные мысли, если вы чувствуете, что в вашей жизни происходят какие-то неприятные вещи, то нужно попробовать изменить, как я говорю, парадигму в своей голове или привычную картину мира вот хотя бы такими утверждениями. Вы знаете, я ничего вам вообще на своем канале, я никогда не буду вам говорить чего-то такого, чего я сама не пробовала и не испытала. То есть, все, о чем, допустим, узнала из каких-то источников и вам просто пересказываю. Нет. То есть, все, о чем я с вами говорю, я просто хочу поделиться с вами, что это работает, что это получается, чтобы вы попробовали. Вы знаете, я всегда говорю, за это денег не берут. То есть, когда вы пробуете работать вот так каким-то образом с информационным полем Земли, со своей ментальностью, то за это не надо платить никаких денег. Вам не нужно бегать километры, отжиматься по сто раз. Вам нужно просто попробовать изменить ход своих мыслей, скажем так. Так вот, вы знаете, эта формула прошла успешную проверку на эффективность лучшими французскими медиками и психологами. И при жизни Эмилия Коэ с ее помощью во Франции были исцелены более 12 тысяч человек от тяжелых и хронических заболеваний. И поэтому сегодня мы ее можем использовать не только для улучшения здоровья, но также для улучшения качества жизни, а также на обретение гармонии с собой и с окружающим миром. И формула эта очень простая. Запомните ее. С каждым днем во всех отношениях мне становится все лучше и лучше. Я ее произношу немножечко по-другому. Мне с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях. То есть, понимаете, то есть лучше и лучше во всех отношениях, во всех. Это имеется в виду и здоровье, и семейные какие-то проблемы, и финансовые. То есть во всех отношениях не надо ничего уточнять. Во всех отношениях проведение само разберется, где и что вам нужно улучшить. Итак, нужно произносить эти слова, каждый вечер перед сном, лёжа в постели, закрыв глаза. Ровным монотонным голосом, без всякого усилия произносите эти слова. Но желательно, конечно, эти слова произносить вслух, а не про себя. Потому что именно при выполнении вот этих условий произнесение содержания слов войдёт через ваши уши и достигнет подсознания, и начнёт там успешно работать. То есть вы должны слышать то, что вы говорите, не просто про себя, а вы должны обязательно слышать. Ну, если вы боитесь, что вы помешаете спать другим людям, то можно, конечно, проговаривать это вслух. Формула повторяется примерно 21, 23 или 25 раз. Как вам больше подходит. И чтобы не отвлекать внимание на ведение счёта, можно использовать, как я вам говорила, счёты или собственные пальцы. Вы знаете, я вам предлагаю всё-таки, вот кто со мной, кто со мной в компанию захочет, давайте мы начнём произносить эту фразу с сегодняшнего дня, каждое утро и каждый вечер. Ничего сложного тут нет, времени это много не займёт. И мы с вами встретимся через месяц и поделимся впечатлениями, что у нас произошло позитивного за это время, что, как изменилось, изменилось ли у нас наше физическое состояние, или, может быть, изменилась наша какая-то материальная составляющая нашей жизни, или изменилась у нас какая-то, ну, может быть, решились какие-то проблемы, возможно, улучшились отношения в семье. Ну, давайте попробуем, мне вот очень интересно в компании это делать, скажем так. Чтобы, знаете как, чтобы кто-то вот сказал, что да, это работает, тоже подтверждение, потому что мне хочется как можно большему количеству людей сказать, что есть некоторые такие вещи, которые мы не знаем, мы не понимаем, возможно, как это работает, знаете. Хотя мне кажется, что ещё чуть-чуть, и люди откроют вот этот вот принцип работы, да, таких вещей. Так вот, мы не знаем, как это делается, но тем не менее это работает. Я вам скажу, что я своей жизнью доказала то, что это работает. То есть у меня были очень тяжёлые времена, очень тяжёлые ситуации во всех отношениях, скажем так, начиная от здоровья, заканчивая семейными большими проблемами, и материальными, и профессиональными. И вы знаете, повторяя вот эту фразу, у меня, знаете, ещё я любила повторять, у меня всё хорошо, у меня всё будет хорошо, у меня уже всё хорошо. Давайте попробуем, проэкспериментируем, а вдруг это поможет. И вы представляете, тогда в наших руках будет вот такой инструмент для изменения нашей жизни к лучшему. Ну и на этом я заканчиваю, пока-пока, хороших всем выходных!